Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Одной из семи чудес света знаменитая пирамида Хеопса была сооружена около 2600 года до н.э. Ее основание 54 300 квадратных метров, высота 147 метров, а каждая из четырех сторон основания 230 метров в длину. Пирамида строилась 20 лет. Для ее сооружения понадобилось 2 300 000 каменных блоков по 2,5 тонны каждый. Уникально, что все эти камни выложены без какого-либо укрепляющего и цементирующего раствора, и при этом они столь плотно пригнаны друг к другу, что швы едва различимы. Снаружи пирамиды облицовывались известняком, который впоследствии, в течение многих столетий, был разворован и употреблен в качестве строительного материала для зданий и мостовых в Каире. Самая крупная пирамида является еще и астрономической обсерваторией. Ее устроители знали, что Земля вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, и что у Солнца, в свою очередь, есть собственная орбита. Строительство этой пирамиды, стороны основания которой образуют почти точные прямые углы, является свидетельством того, что египтяне обладали феноменальной ориентировкой в пространстве и точными знаниями относительно устройства мироздания. Внутри усыпальницы фараона установлен полированный обелиск, представляющий собой вытесанные девятиметровые глыбы. Подобные обелиски фараоны воздвигали ради сохранения памяти о себе в вечности. Врубался такой обелиск из массивной глыбы гранита и окружался желобом. Под ним делалось углубление, которое выкладывалось деревом. Желоб наполнялся водой, дерево разбухало, перепонка лопалась, и высеченный обелиск отделялся от породы. После этого оставалось только извлечь его из шахты, сгладить стороны его основания и отвезти туда, где предполагалось его установить. Обычно на обелиске по приказу фараона высекались соответствующие изображения и знаки. Один такой обелиск, в верхней части своей обшитой золотом, был установлен во время правления Хат-Шепсут, дочери египетского фараона Тутмоса I. Предполагают, что именно она и была той дочерью фараона, о которой идет речь во второй главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги продолжим изучение Библии. Текст лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы книги «Исход». Она сообщает нам о героизме двух женщин, не пожелавших идти на поводу у коварного фараона и убивать еврейских младенцев. Когда сатана попытался обмануть израильский народ, этих женщин поддержал сам Бог. Вот стихи с 17 по 20. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Хитрый ход, с помощью которого фараон хотел уничтожить всех еврейских детей мужского пола, потерпел неудачу. А две женщины, которые решили ослушаться фараона, получили благословение Божье. Вот стих 21 из первой главы книги Исход. «И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их». Этим женщинам пришлось выбирать, кому подчиняться, фараону или Богу. Они и научились бояться Бога. И их послушание было замечено и вознаграждено Богом. Он сделал их известными и весьма почитаемыми в Израиле. Прочтем теперь стих 22 из первой главы. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Если бы этот приказ выполнили, то израильский народ вскоре исчез бы с лица земли. Но так не случилось. Повивальные бабки приказ не выполнили, и мы это ясно увидим в следующих главах книги Исход. По благословению Божьим вырастет Моисей, который выведет Израиль из египетского рабства. Исход — это великая книга об искуплении. Она ясно и наглядно показывает нам, как Бог избавляет нас сегодня от греха, от плотских сил мира и от дьявола, и как Бог спасает нас для вечной жизни на небесах. Теперь мы приступаем к изучению главы второй. В этой главе мы узнаем, как Бог готовил избавителя для своего народа, и прочитаем о рождении Моисея, о сорока годах, проведенных Моисеем у дворца фараона, о воссоединении Моисея со своим народом, о том, как этот народ отверг Моисея, и о браке Моисея с язычницей. Моисей предстанет перед нами в своей роли избавителя в первых одиннадцати главах книги Исход. Глава первая рассказывает нам о рабстве Израиля в Египте, глава вторая о рождении Моисея и о сорока годах, которые он провел во дворце фараона, глава третья о том, как Бог призвал Моисея на служение, и о сорока годах, проведенных Моисеем в Мадиаме. Глава четвертая повествует о возвращении Моисея в Египет. Там Моисей провозгласил, что избавит Израиль от рабства. А в главах с пятой по одиннадцатую мы прочитаем о том, как фараон состязался с Богом, и как Бог, боровшийся с язычеством, поверг Египет десяти казням. Исход — это великая книга искупления. Она, как мы уже говорили, ничего не начинает и ничего не заканчивает. Она лишь продолжает повествование, которое началось в книге Бытие, и которое будет продолжаться и в книге Левит, и в книге Чисел. Вот что написано в Библии о рождении Моисея. Начнем со стихов первого и второго из второй главы книги Исход. Некто из племени Левиена пошел и взял себе жену из этого же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, вскрывала его три месяца. Мы, конечно, сразу же узнали эту старую историю о том, как мужчина встречает женщину, они влюбляются друг в друга, женятся, и у них рождается ребенок. И в этом весь смысл человеческой жизни. Моисей рассказывает здесь о своих родителях и о своем рождении, и рассказ этот весьма скромен, если не сказать скуп. Поэтому нам приходится обращаться к другим книгам и местам в Библии, чтобы получить больше информации о том, что же происходит. Многие из нас, имея невозможность писать что-то в Библию, постарались бы рассказать поподробнее о своих родителях. А Моисей даже не упоминает их имен. Они были простыми людьми, находились в рабстве, принадлежали к племеню Левиину. Вот и все, что Моисей нам здесь сообщает. Позже, однако, мы узнаем их имена. Это Амрам и Иохаведа. Второй стих говорит, что Моисей был здоровым и красивым ребенком. Как видим, о себе Моисей также не очень распространяется. Прочтем теперь стих третий. Но не могши доля скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Моисей был не просто здоровым ребенком. У него были очень сильные легкие. Сначала родителям удавалось его прятать. Однако пришел день, когда Моисей стал кричать во весь голос. Как эта ситуация разительно отличается от того, что произойдет через несколько лет, когда Господь попросит Моисея защитить израильтян перед фараоном, а Моисей заявит, что плохо умеет говорить. В детстве мы все очень громко кричим. Становясь же взрослыми, мы чаще всего замолкаем, когда дело доходит до общения с Господом. И вот Иохаведа оказалась в затруднительном положении. Она более не может прятать своего ребенка. Многие верующие в данной ситуации поступили бы совсем не так, как поступила она. Они бы заявили, доверимся Господу. Да, это чудесные слова. Но действительно ли вы доверяетесь Господу, когда совершаете явную глупость и как страус прячете голову в песок? Глупо было бы со стороны Иохаведа оставлять ребенка в доме, где его крик мог услышать любой проходящий мимо стражник. Для Моисея это означало бы немедленную смерть. Кто-то может возразить, но ведь ребенок бы не кричал, когда мимо проходят посторонние. А откуда вы знаете? Вера — это отнюдь не прыжок во тьму. Бог велит нам верить в доброе и вечное. Бог совсем не просит нас делать глупости. Вот почему я полагаю, что Иохаведа поступила благоразумно. Она сделала корзину из тростника и положила в нее Моисея. Прочтем стих четвертый. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Иохаведа не только сделала корзину, она также послала сестру Моисея проследить, что произойдет с ее братом. Эти разумные действия говорят о том, что она по-настоящему правильно доверилась Богу. Прочтем теперь стих пятый. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужники ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню, чтобы взять ее. И вот мы видим руку Господа, который собирается вмешаться. Господь всегда вмешивается, когда вы проявляете здоровый смысл, а Иохаведа, как мы уже говорили, поступила разумно. Дочь фараона приходит на Нил мыться, выбирает уединенное место и вдруг видит корзину и посылает служанку, чтобы та принесла эту корзинку. Прочтем стих шестой. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет и сжалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. Вот как раз сейчас от младенца требовалось закричать, и действительно тот захныкал. По воле Бога здесь слились воедино две очень важные вещи. Крик младенца и участие женского сердца. Дочь фараона сжалилась, ее сердце смягчилось, и она не смогла пройти мимо ребенка. Прочтем стих седьмой. И сказала сестра его, дочери фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Мариам, сестра Моисея, предлагает помочь дочери фараона. И позже она не даст своему братцу забыть об этой услуге. Перед нами вполне жизненная история. Далее я читаю стих восьмой. Дочь фараона сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Происходит очень важное событие, и оно демонстрирует, как именно Бог действует, когда мы поступаем разумно и по вере. За младенцем призвали ухаживать его собственную мать. Ей даже будут за это платить. Лучшего и придумать нельзя. Когда Бог в наших сердцах и в нашей жизни, Он оправдывает ожидания, которые мы возлагаем на Него. Прочтем стихи 9 и 10. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, и я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, «Потому что, — говорила она, — я из воды вынула его». Имя Моисей значит «тот, кого вытащили». И понятно, что дочь фараонова назвала так Моисея, потому что его как раз и вытащили из воды. Определять, кто на самом деле был библейским фараоном-угнетателем, дело неблагодарное и ненадежное, ведь дочь фараона могла быть старшей дочерью Рамсеса II, или его сестрой. По египетским обычаям того времени ее первый сын был претендентом на трон. Если бы Рамсес II и его жена оставались бездетными, то Моисей стал бы следующим фараоном. Давайте теперь прочитаем о неудачной попытке Моисея помочь своему народу. Первые сорок лет жизни Моисей провел при дворе фараона. «Он получил египетское воспитание и образование. Он был похож на египтянина, говорил и поступал, как египтянин. Когда он пришел в Мадиам, то его сочли там за египтянина. Об этом мы еще узнаем из книги «Исход». Образование Моисей получил в Великом Храме Солнца. Сегодня мы часто недооцениваем ученость и достижения египтян. А ведь их познания в астрономии были просто феноменальными. Они знали точное расстояние до Солнца. Они утверждали, что Земля круглая. Они также обладали глубокими познаниями в химии, о чем свидетельствует их искусство бальзамирования. А их способность работать с цветом была выше всяких похвал. Я уверен, что наши компании по производству красителей готовы заплатить любые деньги, чтобы узнать секрет химических формул, которые были известны египтянам. Сейчас, через четыре тысячи лет, краски, созданные египетскими мастерами, поражают своей яркостью, свежестью и красотой. В дополнение ко всем достижениям у египтян была еще и богатейшая библиотека. Моисей, как сказано, познал всю мудрость египтян. Но в его образовании был один изъян. Его не научили служить Богу. Тем не менее, друзья мои, не стоит недооценивать Моисея. Он был выдающимся человеком. В книге «Деяния святых апостолов», 7 глава, стихи с 20 по 29, Стефан проливает свет на этот период жизни Моисея. Он говорит, «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах». Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них, обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. Другими словами, образование Моисея не смогло подготовить его к роли избавителя сынов Израилевых. Однажды Моисей увидел, как египтянин избивал одного его соотечественника и убил этого египтянина. Перед тем, как убить, Моисей посмотрел по сторонам, боясь, как бы кто-нибудь не увидел, что он хочет сделать. К сожалению, Моисей не посмотрел наверх. А ему надо было посмотреть на Бога, который запретил бы ему так поступать. Потому что Моисей пытался избавить детей Израилевых от рабства на сорок лет раньше, чем предусмотрел Бог. Вот почему Бог сейчас отправит Моисея в пустыню. Читаем стих 15. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Из последующего повествования мы узнаем, что Моисей взял себе в жены язычницу в земле Мадиамской. Я читаю стихи с 16 по 21. У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнить корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, что вы так скоро пришли сегодня. Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим, где же он, зачем вы его оставили, позовите его и пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Итак, Моисей берет в жены Сепфору. Интересно заметить, что многие персонажи Ветхого Завета в той или иной степени олицетворяют Христа, хотя и не все детали их жизненного пути соответствуют образу нашего Спасителя. Моисей, как мы только что увидели, стал убийцей. Однако и Моисей олицетворяет Христа в том отношении, что Бог избрал его быть спасителем народа Израилева. Моисей был отвергнут израильтянами и обратился к язычникам, взяв себе в жены язычницу. Впоследствии он снова приходит как избавитель Израиля, и на этот раз народ его принимает. Итак, Моисей оказывается в земле Мадиамской, которая станет его домом в течение последующих сорока лет. У него рождаются два сына. Кстати, вопрос о семейной жизни Моисея всегда оставался открытым. Я уверен, он любил свою жену, но ничто в библейском повествовании не говорит об их чудесных семейных отношениях. Эту сторону своей жизни Моисей обходит молчанием. Имя Сепфора означает воробей, и можно предположить, что она была маленькой и подвижной женщиной. Читаем стихи с 22 по 25. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский. Эти стихи являются ключевыми стихами всего повествования. До этого момента превалирующими темами было угнетение, рабство и смерть. Пока Моисей 40 лет находился в стране Мадиамской, израильтяне продолжали страдать под рабским игом у египтян. Несмотря на угнетение, Бог благословил свой народ, и число израильтян возрастало. В ответ на это египтяне становились все более жестокими по отношению к избранному народу. По-видимому, цель Бога состояла в том, чтобы таким образом вызвать у израильтян желание к освобождению. Слыша горестные вопли своего народа, Бог вспомнил завет свой и свои обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Увидев угнетение, которому подвергались израильтяне в земле египетской, Бог решил вмешаться и изменить ситуацию самым решительным образом. В своем непревзойденном могуществе Он начал действовать согласно своим обетованиям, чтобы освободить и сохранить свой народ. В дальнейшем мы увидим, как Бог осуществил свой замысел. Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче. Вы прослушали лекции из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о том, как Бог заботливо растил Избавителя своего народа. Он чудесным образом защитил Моисея от гибели в период младенчества, предусмотрел его развитие и воспитание, обучение различным наукам и, наконец, вывел его из дома фараона для дальнейшей подготовки Моисея в качестве того, кто избавит народ израильский от рабства. Комментируя этот период жизни Моисея, автор послания к евреям подчеркивает, что с человеческой стороны было проявлено такое качество, как вера. «Верой у Моисея по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления», читаем в 11 главе послание к евреям. Однако вера вела Моисея дальше. Автор послания к евреям продолжает. «Верой у Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Итак, мы видим, что неограниченная власть Бога с одной стороны и вера с другой, человеческой стороны, могут творить действительно великие дела в истории. Доверим же Богу нашу жизнь, и Он совершит чудеса. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора Маги по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписанием наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok